Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушение требований эксплуатации шин и колес. В этот день ровно 30 лет назад была открыта федеральная автомобильная дорога М8, соединившая Москву и Архангельск. На протяжении всей трассы было построено 29 мостов, уложено 538 водопроводных труб, выполнено 37 миллионов кубометров земляных работ. На строительство дороги было потрачено 110 миллионов рублей. 4-я Архангельская больница приглашает всех желающих бросить курить в школу отказа от табака. Занятия бесплатные. Для каждого участника будет составлена индивидуальная программа. Ваших вопросов ждут по телефону 617-917. Сегодня в АГКЦ в 5 часов вечера пройдет концерт «Дань памяти», посвященный 25-летию мемориала «Площадь памяти» на Вологодском кладбище. В фойе культурного центра откроется фотовыставка, на которой будут представлены кадры из личных архивов участников боевых действий. Сегодня на сцене Центру «Патриот» пройдет бенефис народной артистки России Светланы Михайловой. За 38 лет работы в театре актрисой создано более 80 образов. В 2003 году Светлана Михайлова стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа актера» за роль Хертруда в спектакле «Хамлет. Датский принц». В 2011 году указом президента актрисе было присвоено звание народной артистки России. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите. Ждем вас на Ломоносова, 154. 21 октября в Архангельске ожидается облачная погода. Возможно, небольшие осадки. Ветер переменных направлений слабый. Температура днем от плюс двух до плюс пяти. Атмосферное давление будет слабо расти. Тип погоды второй благоприятный. Настройтесь на частоту самых актуальных новостей вместе с каналом ПС. Смотрите выпуски «Сейчас в регионе» и хорошего вам дня! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok